Запредельные нагрузки. Они намного сильнее, чем при настоящем взлёте или посадке. Углы атаки от нуля до 180 градусов. В Центральном аэрогидродинамическом институте в Жуковском испытывают Федерацию. В нашей трубе производится испытание режима взлёта и режим уже спуска. Это режим спуска возвращаемого аппарата, когда нет системы аварийного спасения. При этом проводятся испытания опять же в диапазоне скоростей от 0,6 скорости звука до 1,4. И при углах атаки от нуля до 180 градусов. Первый этап комплексных испытаний длился несколько недель. В рабочей части аэродинамической трубы Т-128, конечно, не сам корабль. Стендов, где можно было бы, как говорят специалисты, продуть полноразмерный аппарат, в мире не существует в принципе неоправданно дорого. Для испытаний построили модель, которая по размерам ровно в 20 раз меньше. Но точность при её создании абсолютная. Проводится исследование аэродинамики, распределения давления и пульсации давления на исполнительные модели нового спускаемого космического аппарата «Федерация», который в данном случае конфигурирован в составе ракеты-носителя. То есть это конфигурация этапа выведения аппарата, когда ракета выводит его на орбиту и проходит трансзвуковой участок, который традиционно является самым сложным и плохо предсказуемым с помощью расчётных методов. Поэтому экспериментальные исследования ставят точку во всех оценках, которые нужны инженерам для того, чтобы подтвердить прочностные характеристики, динамику и местные нагрузки, которые мы получаем с помощью исследования распределения давления. За испытаниями внимательно следят в зале управления. Все параметры задаются отсюда. Информация приходит в режиме реального времени. Её собирают десятки датчиков, которыми нашпигована модель. Для того, чтобы измерить давление, нужно его принять. Вот точка, которые здесь, маленькие точки, это точки приёма давления. Там небольшое отверстие, оно чётко нормируется. Опять опыт САГИ показывает, это должно быть не больше 0,5 мм диаметром. И дальше внутри идёт трубочка до модуля давления. Уже не датчик, а целый модуль давления. Этот модуль опрашивает все эти точки. И на выходе уже идёт сигнал на систему сбора и обработки данных. Работа датчиков синхронизирована с комплексом управления. Система опрашивает каждый из них, анализирует информацию и начинает испытания под новым углом атаки. Все полученные материалы отправляются разработчику ракетно-космической корпорации «Энергия», где на основе этих данных совершенствуют облик корабля, делая его максимально идеальным для нагрузок. На базе этого создаётся банк данных аэродинамических характеристик этой системы. И он закладывается в систему управления возвращаемого аппарата. Либо возвращаемого аппарата, либо, значит, в систему аварийного спасения. Систему управления аварийным спасением. По планам «Роскосмоса» автоматическая стыковка Федерации с МКС намечена на 2023 год. Полёт с космонавтами должен состояться в 2024-м. А в ближайшие дни модель корабля ждут суровые испытания в другой аэродинамической трубе ЦАГИ, уже гиперзвуковой. Продолжение следует...